В администрации города прошло очередное заседание Думы. Среди прочих вопросов рассмотрели результаты исполнения бюджета за 2014 год. Первыми в повестке заседания Думы стали вопросы присвоения звания «Почетный гражданин города». Удостоить почетного звания в этом году депутаты решили заслуженного учителя Валентину Дикушину, врача-невролога Светлану Кислухину и помощника генерального директора ОАО «Урал-Азбест» Виктора Александрина. Также обсудили исполнение бюджета на прошлый год. В течение 2014 года изменения в бюджет сносились 8 раз. Основными доходными источниками в отчетном периоде являлись это налог на доходы физических лиц 55% от всей суммы налоговых и неналоговых доходов, доходы от использования имущества, находящегося в собственности 21%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10%. Поступления от налоговых и неналоговых доходов составили 80% от запланированных в бюджете. Самую низкую доходность показали поступления по земельному налогу. Эта статья исполнена на 39%. Здесь необходимо отметить, что в условиях неисполнения доходной части объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января составил 41 миллион рублей. Недостаточность денежных средств не позволила обеспечить финансирование всех первоочередных расходов, в том числе и по которым приняты были обязательства на условиях софинансирования с областным бюджетом, в связи с чем в текущем году уже пришлось выделять дополнительные средства для погашения кредиторской задолженности, сложившейся на начало года. Муниципальный долг на 1 января 2015 года составил 47 миллионов рублей. Остаток невозвращенных бюджетных кредитов составил 24 миллиона 600 тысяч рублей. Это кредиты, предоставленные муниципальным предприятием Горэнерго и жилищно-коммунальному хозяйству поселка Белокаменный. Татьяна Мильникова, Антон Машков, Новости ТВ.